Наглядно видно за последние 15 месяцев, как позиция так называемых дорогих западных партнеров, как их еще не так давно называли, в Кремле Лавров, Путин, Бесков и все остальные, меняется в сторону ужесточения позиций и радикализации планов в отношении России. Россию будут ослаблять и изнурять до момента, пока она не рухнет под грузом проблем. Это стратегия, которую на Западе уже даже не собираются скрывать. Погружение России в хаос, в хаос и переворот, ну, наверное, по образцу, как я уже говорил, февраля 1917 года, с последующим ее полным переформатированием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не ма ни следу. Але врагајц до седна. Потэжный мобилизатор стратијў свой потэжный канал, więc постановиј врзуцијть на Telegramа. Помисј невъотплијве был бы wspаняј, гыбы не факт, что Telegram пријмје chyba материалы важајце до 2 ГБ. Więc панови турбопатриоци поддали фильм компрессии, которая... Ну có ж, удајся за шкодом для нас. На мейших экранах в смартфоне пејј не бејјјц аж так трајччјј. Але јсли ктојјц ма Телевизор 4 чи там 8К... Ну có ж. Їсчј раз прапрошам за јкојць. Инной патриоци не дали. И чојј Гиргин ма кјто на трех инных платформах видео, надал не вывјајсяјся з објтници и не врзуциј в добреј јкојці. Таки то он забеганы, что историчном, первшу конференціј прасовој својего клубику не мог врзуцијј в јкојці повышеј староселце definition. Аха, и дојсчјја Гиргина з Ютубе јсчј раз утвердзјјјј ќе јсчјјј јсчјјј јсчјјј, что материалы ма јсчјјј јсчјј јсчјјце. Довго тексты покројјј так звана, вијдумо кто, ораз оповејці, ко Огуркин не робијј бе з рз Grillјјј јсчјјјјј, а јсчјјј јсчјјј јсчјјј. А в тумачене дать в навязах квадратовых какой-то упражненный эфемизм. Потому что YouTube не любит вредных текстов, я тоже могу иметь проблемы. Не есть этого много, поэтому не садится, чтобы это в какой-то способ вплывало на отбор материалов. Приходясь до самой, как же, историчной конференции Клубу Розсердzonyх Патриотов, взяли в ней удал Павел Губарев, который является председателем всей организации, Шалонный доктор Хиевич, Нацпол Аксель Ораз потяжный мобилизator Игорь Всеволодович. Спотканье трвало не целые полторы години, с чего менее-либо половы часов премавил и отвечал на питания на шпиwnичок. На потребе этого материала zwyчайно поминя гадание резцты турбопатриотов, с одним маленьким выjąтком, о чем później. Не говорили ничего ничего интересного, а и так большинство питаний была kierована właśnie до Грикина. Доброе, лечимы с конференцией прасовой Клубу Розсердzonyх Патриотов. На початок слово забрал Губарев, который chwilę поглядзил, что клубик начинает посзарать свой засинг и начал открывать региональные представительства. А так по-за тем, то недуго będą robić набор членков и имеют надзии на створение большой и прежней организации społeczно-политичной. Что до выборов, то как на разе не декларуются, что будут делать партию политичную и сейчас не могут скопить на работе у подстав. Дальше слово приказано Гиркино-ви, чтобы об этом рассказал о ситуации на фронте. Послушайте. Теперь с оценкой сложившейся ситуации на фронте передаю слово Игорю Ивановичу Стрелкову. Вынужден повториться. Много об этом уже говорил и скажу еще раз. Ситуация на фронте находится в состоянии стагнации. За 15 месяцев почти уже военной кампании Российская Федерация не сумела добиться целей проведения так называемой специальной военной операции. Не сумела победить противника и более того дальше от победоносного мира сейчас намного дальше чем была год назад. Российские вооруженные силы понесли ряд не критических но крайне неприятных поражений в данной военной кампании и в том состоянии в котором они сейчас находятся не способны одержать решительную победу. В данном случае одна из основных претензий рассерженных патриотов государственной власти к действующей и к военному командованию заключается в том что те меры которые необходимы для победы в войне они не принимались не принимаются и не планируются к принятию и это уже сейчас совершенно очевидно. Критически опасно что на 15 месяце войны Российская Федерация способна оказалась только к пассивной обороне или к не очень удачным наступлениям с большими потерями на каких-то отдельных участках. Практически на весенне-летнюю кампанию инициатива это уже очевидно будет принадлежать вооруженным силам Украины которые за зимнюю и весеннюю кампанию сумели подготовить резервы стратегические резервы и готовят завести их в ближайшее время в бой на одном из участков фронта предположительно на южном. Ну такая ситуация конечно унизительна как для российской армии так и в целом для российской федерации как государства и это вызывает у нас как у граждан российской федерации как у патриотов России гнев который мы собственно и выражаем но кроме выражения негативных эмоций мы естественно хотим оказать посильную помощь хотим сделать что-то полезное для победы в этой войне хотя бы словом хотя бы мыслями идеями которые у нас имеются продвинуть их все-таки до уровня наших руководителей пребывающих в значительной степени то ли в прострации то ли не знаю еще в чем они могут пребывать там есть различные оценки не хотелось бы скатываться жаргон в этом отношении для того чтобы они поняли какие действия необходимы необходимо производить чтобы эта война не закончилась для нас так же как закончилась свое время для российской империи первая мировая война в данном случае комитет клуб рассерженных патриотов полагает что его интеллектуальный потенциал опыт его членов может быть востребован государством если оно наконец возьмется за ум чего пока к сожалению не наблюдается полагаю что на какие-то конкретные вопросы которые будут позже если буду отвечать то я смогу более предметно развернуть ситуацию на фронте затронуть в том числе вопросы военно-технического снабжения которые у нас мягко говоря охраняют но пока пожалуй на этом все если у кого-то будут вопросы более конкретные то потом можно будет задать членов мягко далее свои 5 минут miał Axel который поглядил что это платформа для общества и в агуре они планы на przyszлость а вы шан и мягко именно видите повстание новой силы политичной потом пошел пан Triple J который начал был кота что клубик помогает не только словом но и членом и он ма волонтариаке представительства в целом краю которые научат каждого хэнтного независимо членов или жојнер или цивили подстав медицины тактичной ценность монологов посчегольных człонков трвала около 18 минут и приступили до ответа на вопросы на первый ржут посzedл какой-то пан репрезентующий телевизию portугальскую и от рацу швайцарскую от рацу начался с высокого диапазону задајц питание под титулом а как то так ест, что лберална опозиция за крытыкэ седзи в вяјзене и колонии а панови себе мујј којцару без жадных konseквенций на почјтку хвиле отповидај Аксел который так в телеграфичном скруче оповедзял что они działаю в рамах права и хцару только помоц пајсту а лберална опозиция то врагови пајства ктурзи робиј збиј на СЗУ астепни микрофон трафиј в рэнце Гиркина послухайме Естественно клуб рассерженных патриотов и если Бог даст то общественное движение общественно-политическое которое будет разворачиваться на его базе это оппозиционное движение в этом нет никаких сомнений все здесь присутствующие жестко критиковали и продолжают критиковать деятельность многих высших чиновников Российской Федерации мы полагаем что сложившиеся в том числе специальные военные операции и в целом по стране ситуация мягко говоря плачевна по очень многим параметрам это результат деятельности значительной степени действующей власти и значительного количества чиновников которые в ней по прежнему состоят которые не сбежали за границу хотя некоторых власть мягко выпустил несмотря на то что это секреты носителей высшего порядка например типа Чубайса Анатолия Борисовича и естественно мы не собираемся поддерживая полностью необходимость победы в войне мы не собираемся закрывать глаза на те негативные моменты которые привели нас к нынешней тяжелой ситуации мы хотим действительно стать оппозицией но оппозиции конструктивны не оппозиции которые выступают против своей страны своего государства оппозиции которая не намерена разрушать государство и страну ради своих политических комбиций если нам это удастся может быть это будет шагом к оздоровлению в том числе политической ситуации в стране мы будем очень внимательно смотреть на то как будет власть реагировать на нашу критику которая по сути своей не антигосударственная мы за победу мы за Россию мы за русский народ и за другие коренные народы России за то чтобы мы победили в этой войне и сохранились как единое государство но мы против того чтобы это государство продолжало стагнировать жить за счет ресурсной ренты и безудержно вывозить отсюда капитал владеть миллиардеров которые выезжают за границу вместе со своими семьями вывозят свои средства и ресурсы и не собираются развивать нашу страну мы против того чтобы продолжалась замена населения в нашей стране на огромное количество среднеазиатских мигрантов это не значит что мы испытываем какую-то ненависть к данным мигрантам мы просто считаем что Россия все-таки это страна русского народа и коренных народов России и нам не нужно такое дикое количество людей которые здесь занимаются тем что стригут деревья и кладут бордюры в то время как этим вполне могли бы заниматься и местные жители которые вынуждены как говорится сейчас воевать находиться на фронте а мигранты продолжают пребывать и занимать их рабочие места естественно в той ситуации которая сложилась она требует изменения независимо от того как закончится эта война но мы против того чтобы Россия была переформатирована по тем рекламам которые предлагает запад которых он добивается открытые заявления наших общих врагов о том что они собираются Россию разделить мы понимаем к чему это ведет это приведет к десятку или более войн на территории уже теперь Российской Федерации распаду миллионным жертвам которые в десятки раз превысят жертвы которые понесены в текущей специальной военной операции сможем мы стать серьезной политической силой не знаю но во многом от этого или от других подобных инициатив зависит победит ли Россия в итоге в этой войне выстоит ли в этой войне и чем закончится эта война победой и поражением и какой будет эта победа или какое это будет поражение ну на дальнейшие вопросы мы попробуем ответить может быть я завершаю скажу что может быть именно поэтому сейчас власть которая в принципе пришла в значительности вне к идейному банкротству после полного отказа запада от принятия нынешней нашей элиты в состав как говорится ближней прислуги может быть наша власть задумалась над тем чтобы создать идеологические основания для реконструкции России землю на усилия который в ответ на ответ начался труть что угуем он видят как нормальный народ росыйский стал перебел в satанистичный антынарод который говорит с мыслым языком, который все равно изменится, а так между нами то в общем Захуд замерзает физически снижать Россию. Стосованный прежде мне предросток, шалоный, как видите, имеет основы и не имеет злощи. Докторик chyba przестал брать леки, или что-то ему пэкло по затряманию на пару дней, какие у него было место месяц тому. Еще до него wrócим, а теперь еще еще одно вопрос. Да, благодарю за вопрос. Еще вопросы? Да, прошу, представьтесь. Ты собираешь японское агентство Киодо, моя фамилия Садо, а у меня вопрос к господину Стрельфову. Оскажите, пожалуйста, Игорь Иванович, с вашей точки зрения, что сейчас нужно делать для того, чтобы обеспечить победу России на фронте? В чем заключается неудача с вашей точки зрения Министерства обороны России? Спасибо. В целом, неудача, если смотреть в корень проблемы, заключается в неправильной расстановке приоритетов на государственном уровне, не на уровне Министерства обороны. Армия, как известно, является, война является продолжением политики другой формы. Государственная политика Российской Федерации по отношению к Украине после переворота 2014 года, который там произошел, она, как была изначально неверна, таковой она остается и сейчас. 9 лет государственная политика по отношению к Украине основана на том, что Российская Федерация по-прежнему признает результаты переворота 2014 года и не ставит под сомнение легитимность украинских властей. Даже попытка годичной давности поменять власть на Украине лихим кавалерийским наскоком, она исходила из задач сохранения так называемой дружественной Украины. В то время, как Украина создавалась, создается, является сейчас и будет в будущем, пока будет существовать смертельным врагом России, для этого только она и создана. И в 2014 году к власти к ней пришли люди, которые это полностью осознают и принимают в полной мере. Поэтому, в первую очередь, для того, чтобы одержать победу в этой войне, мы должны говорить не о действиях Министерства обороны, а о государственной стратегии, которой сейчас нет. Просто нет. Ни цели войны, специальные военные операции никем и никак не определены. Как можно воевать, как можно мобилизовывать экономику, промышленность, армию, как можно вдохновлять солдат на бой, если непонятно, за что они воюют и что является формальным критерием победы. Начинать надо с этого. Начинать надо с того, что на государственном высшем уровне мы должны признать, что идет война, что это война за наше существование и определить, что для того, чтобы победить в этой войне, мы должны уничтожить нынешнюю украинскую власть, подчеркиваю, не украинский народ, который является частью нашего народа, не украинское государство, пусть даже фейковое, а именно нынешнюю украинскую власть и переформатировать Украину в том плане, в каком она необходима для добрососедского отношения с Россией, а лучше возвратить ее в состав России. Это уже тактические моменты. Пока же нету вообще стратегии как таковой. Нам непонятно, что вообще критиковать в плане стратегии. Ее просто нет. Говорится, что операция проходит по плану и даже с опережением графика. Что это за план, где его результат, это народу не доводится. Ну, а уже под стратегию должна верстаться военная практика, Министерство обороны и главнокомандование. Мы вступили в большую, серьезную войну. Нам необходимо не только, чтобы войну ввело не только Министерство обороны, как сейчас. Войну должно вести все государство. Если за Украиной стоит весь блок НАТО, весь Североатлантический Альянс, то за нами пока, к сожалению, не стоит никто. И надежда на то, что Китай нас всем обеспечит, мне, по крайней мере, неизвестно. А серьезной конкретной помощи Китая такой же сравнимый с помощью, которую оказывают Украине весь блок Североатлантический Альянс. Мне об этом неизвестно, наверное, какую-то является, но Китай не является нашим тылом, каким для Украины является Европа, США и другие страны НАТО. Поэтому, для того, чтобы рассчитывать на победу в этой войне, которую не удалось лишить кавалерийским наскоком, необходимо мобилизация тыла, экономики, нормальная мобилизация армии и возом все для фронта, все для победы. Президент должен из Верховного Некомандующего стать, наконец, Верховным Главнокомандующим, как ему положено по Конституции, определиться в этом отношении, либо назначить полноценного заместителя, который будет назначен, хотя Конституция этого не предусматривает. Что предотвратит те дрязги безобразные, которые существуют между различными структурами сейчас на фронте, и которые подрывают в моральный дух и на фронте и в ТУ. Я имею в виду в данном случае дрязги между Пригожиным и Министерством оборота. Только объединив командование в одних руках, можно рассчитывать на победу. Это закон военного искусства. Ну, и если переходить к более моментам, я считаю, что без серьезнейшего кадрового обновления, без как минимум смещения с должностей тех лиц, которые привели нашу армию к ее технической убогости по целому ряду важнейших видов военного снаряжения, а также виновные в поражениях, которые мы понесли, которые не были обусловлены обстановкой, на мой взгляд, по крайней мере. Вот без этих кадровых перестановок победа также будет невозможна, потому что что дураку не поручить, как бы его не мотивирует, он будет действовать как в рамках своей отсутствующей компетенции. Можно долго еще перечислять необходимые меры более низкого порядка, но не вижу смысла. Начинать надо всегда сначала со стратегией. снаряжения, Колејне питание, заданное через какую-то паницу блогер. Под титулом «Ко в их опинии есть цельном специальной операции воисковой, которая позволит на ее закончение?» Губерев сказал о ликвидации «Виадомочего», а następнее микрофон взял до рэнки Йевич, который даў następующую вязанку, за ним przekазал слово Гиркиноу. «Никто не имеет значения кто, что говорит из политиков, вообще никакого. Суньцзэ сказал, война – это путь жизни и смерти, это великое дело для государя и государства. А Христос вроде сказал, и вы думаете, что разве волос в вашей голове может упасть без воли Божьей? Без воли Божьей такие огромные события, как мировая война, а это третья мировая, не начинаются. Поэтому не имеет значения, что говорят политики. не та Россия, в которой делается до трех миллионов абортов в год, не та Россия, где вымирает русское население, не та Россия, где какие-то попирают русская честь, достоинство, закрывают православную лавру, где в Прибалтике наши памятники свергают, а мы удираемся. Такая Россия, такой мир Богу не угодны. Целью этой войны является, как и всех предыдущих войн против мировых коалиций, чтобы Россия, как Феникс, в пламени и восприяла еще более могучий. Победа в этой войне не в Киеве решается, она решается в Вашингтоне и на руинах Лондона. Только победив в войне против мировой коалиции фашинских государств мы сможем обеспечить миру мир. Вот это победа в войне. Ну а поражение альтернатива, я уже говорил Ливия и Ирак, наше поражение будет означать сначала уничтожение русского этноса, а потом уничтожение на Заходзе, писал в книжке, что Светан был на каких-то прохах, бо пуки с него добывано информацию, он даже не реагировал и даже мусьренницы не реагировали на светло. Пан Светан сказал, что он сказал, что не так его прислушивали, что он в стан смерти клинической, в которой его отпомповали. Алейевич, нибы выквалификованный доктор, даже не понимал, что с пациентом под его опекой, что действительно неправильно неправильно. Доброе. Конец о шалом докторку, час на гиркина. Послушайте дальше. В отличие от Юрия Юрьевича, не считаю, что Третья Мировая война уже началась, хотя это не исключено. Если говорить с исторической точки зрения, то нынешняя война очень напоминает мне гражданскую войну в Испании, которую не включают в состав Второй Мировой войны, но которая в общем-то была в значительной степени репетицией данной катастрофы. Может ли перерасти противостояние на Украине в Третью Мировую войну? Да, может. Обязательно или перерастет? Я не могу ответить однозначно да или нет. Надеюсь, что не перерастет. Но от того, как быстро наши власти сумеют взяться за ум, как уже говорилось, от того, как решительно они будут действовать, зависит очень многое. В том числе придется закончиться ли эта война обменом катастрофическими ядерными ударами. Почему я так считаю? Потому что наглядно видно за последние 15 месяцев, как позиция так называемых дорогих западных партнеров, как мы еще не так давно называли в Кремле Лавров, Путин, Песков и все остальные, меняется в сторону ужесточения позиций и радикализации планов в отношении России. если в марте, в феврале марте прошлого года эвакуация шла всех граждан Евросоюза, НАТО с территории Украины, эвакуировались с посольства и не шло даже речи о поставках летальных вооружений Украины, то сейчас, как мы знаем, Великобритания уже объявила о решении, о принятом решении передать Украине кроватые ракеты средней дальности, дальности свыше 250 км. Это подчеркиваю 250 км в экспортном варианте, а в варианте, который используют британские войска эти ракеты, это до 600 км радиус поражения. Об этом год назад никто даже не думал. А из чего это выходило? Это из текла, из того, что Российская Федерация не проявляет никакой воли к победе, не проявляет готовности идти на жертвы и стремиться к так называемому договорничку. То есть стремиться прийти к компромиссу с дорогими западными партнерами, постоянно уступая ей этой войне и не проводя необходимых мобилизационных мероприятий. В то время как Украина воюет тотально. И Запад ей тоже вспомогает все более и более широко. Если такая ситуация продолжится, то мы обязательно потерпим в этой войне поражение. В этом уже не приходится сомневаться. К сожалению, если здраво смотреть на обстановку. Если же Российская Федерация проявит готовность идти до конца, в том числе на территорию Украины покажет готовность заменить бездарей, воров, издельников, которые возглавляют целые военные ведомства и не только военные, но и разведывательные, надея способных людей, способных противостоять интеллектуально штабам НАТО, ситуация может очень сильно измениться, в том числе и поддерживая в отношении поддержки Запада и Украины. И тогда Российская Федерация сможет одержать победу на Украине, не поставив под угрозу мир во всем мире, как это было принято говорить в советское время. А победой в этой войне, пока ограниченной войне, на территории Украины, я считаю, только украинского государства его, как минимум, нынешнего мира. Это не значит, что вся Украина должна быть возвращена в состав России. Но Киев, мать городов русских, основные территории Мала и Новороссии, все должны вернуться в состав России. А уже с поляками, румынами и венгерами, я думаю, можно будет договориться. Но можно будет договориться только тогда, когда украинская армия будет разгромлена, украинская государственность будет разгромлена. Это будет победа. Не во всемирно-галактическом масштабе, как Юрий Юрьевич тут предлагает. У нас есть разные мнения в Куре, поэтому у нас нет единой партийной линии утвержденной. Но, по крайней мере, это будет победа для России, для русского народа. поражение, а все остальное, что будет, кроме этого, это поражение. Поскольку на частичные договорнички никто с Российской Федерацией не пойдет. Россию будут ослаблять и изнурять до момента, пока она не рухнет под грузом проблем. Это стратегия, которую на Западе уже даже не собираются скрывать. Погружение России в хаос, в халс и переворот ну, наверное, по образцу, как я уже говорил, февраля 1917 года с последующим ее полным переформатированием. Что, соответственно, также вызовет, будет ступенькой к Третьей мировой войне, я в этом уверен, но, может быть, непосредственно к ней вот прямо сейчас не применю. Не будет никакого компромисса. Война закончится или российским флагом над Киевом, или вторжением НАТО на территорию Российской Федерации в целях частичной, по крайней мере, ее оккупации, разоружения и десуверенизации. Третьего не дано. К сожалению, это так, причем так именно с 2014 года. Даже не с Донбасса, а с того момента, как в Киеве к власти пришли откровенные марионетки Соединенных Штатов и просто полностью отрицающие собственные ценности собственного народа народа. Все, победа и победа именно так. Наши знания над Киевом или вражеская оккупация Кремля. Третьего не дано. Третьего не дано. за потребование в народе, пенежки сами появлялся. Гиркин додал, что мы видели, свидетели за сколько недели, мы видели, как Киевожин ходит и лугается на всех, в том числе автоматически счастливый дедушек. я бы хотел все-таки ваша интерпретация Гирио Ивановича. Что он делал, почему он так и делал и кто стоит за ним. за ним. Вы имеете вопрос конкретно о Киевожине. Да. Но я с ним лично не знаком, только знаком заочно по обмену с его стороны не вполне цензурными колкостями в интернете. Но я полагаю, что за ним, конечно, стоят люди из ближнего окружения президента. В этом никаких сомнений нет. Иначе бы никто ему не позволил выступать в качестве хозяина незаконной частной военной компании по-прежнему в Российской Федерации нет никаких юридических актов, которые бы позволяли частным лицам или компаниям создавать частные военные структуры. Ему бы не позволили принимать участие в боевых действиях ни за границей, ни на территории Российской Федерации. Подчеркиваю, для меня Донбасс это территория Российской Федерации. И ему бы никто, тем более, не позволил выступать против, как это шутили, намекали, кронпринца, как называли господина Шойгу, еще относительно недавно, то есть человека, который во многих вопросах подменял собой Путина, в том числе с далеко выходящих за рамки компетенции министра обороны. Он и международные договора заключал, и фактически местами подменял министра иностранных дел, и так далее, и тому подобное. Поэтому считаю, что публичная полемика между Пригожиным и отмалчивающимся министерством обороны это результат результат вышедших наружу противоречий внутри властного клана. Это уже началась борьба за жизнь после Путина. К сожалению, это так. Как бы я критически не относился к саму Путину, сейчас Путин это единственная легитимная фигура в Российской Федерации. его сейчас свержение, устранение болезни или как у нас шутят я устал, я мухожу будет означать крушение Российской Федерации на данный момент. Никого больше нет в Российской Федерации имеющего хотя бы относительную легитимность и пользующегося хотя бы относительным авторитетом населения. И он эту ситуацию создал сам, ну что есть, то есть. А вот начавшаяся схватка публичная означает что внутри власти причем в том числе в ближайшем окружении президента идут неизвестные нам но очень опасные процессы. Процессы распада путинской системы которую он создавал более 20 лет и которая оказалась незыблемой. Вот как я оцениваю выступления Пригожина. Они чрезвычайны и крайне опасны. Очень характерно что Пригожин начал замечать недостатки военном планировании недостатки военном снабжении только осенью прошлого года. Хотя допустим я на эти недостатки указывал буквально через месяц там полтора даже раньше после начала специальной военной операции хотя очень сильно сдерживал себя и много не говорил и не писал а вот он проснулся только осенью его но можно заметить как с осени начиная с октября ноября месяца резко и непрерывно ужесточается его риторика Пригожин явно будет идти в политику ради этого он положил на все человека в огне в охоте фактически он политик выросший на крови своих собственных солдат на их мясе причем подчеркнувший еще вдобавок от большого ума с умом у него не очень о том что оказывается Бахмут имеет стратегические перспективы то есть прорыв Бахмут то о чем я например говорил еще опять же в декабре и варень что ясно любому военному эксперту который владеет ситуацией на противе вот он распухши на всем этом как говорится как гриб разрушился он лезет в политику он пытается словами правды заработать себе срочно авторитет наверное потому что он знает будучи вхожим по крайней мере в ближний круг Путина или его покровители вхожими то что не знаем мы именно по поведению Пригожина во многом можно судить о том насколько глубоко зашел кризис действующей власти и той системе которая стоит в голове зашел Треба зазначить что конференция не цеслила себя велким суксесом в среду о чем жалился Гиркин появился пан с телевизии португаско-свайцарской дзенникарь запутинской агенции Киодо и газеты Санкейси и дзенникарь Реутерс а также кингу блогеров Зеро ОБЕЦНОЩИ РОСИЙСКИХ МЕДИУ РОСИЙСКИХ ИВАНОВИЧА Поэтому КОЛЕЙНЕ ПЫТАНИЕ ПОСЬЛО ОД ЗНАНЕГО НАМ МАКСИМА КАЛАШНИКОВА КТОРЫЙ РОВНЕЗ РОВНЕЩЕ РОВНЕЦЦИЄ ТЕГО КЛУБУ АЛЕ РЕПРЕЗЕНТОВАЛ МЕДИЯ МЯНОВИЧЕ ДЛАЧЕГО ПОСЬЛОНО УМОВА ЗБОРЖОВА ПОМИЯМЕ АКСИЛЯ КТОРЫЙ ПОВЕЇЗАЛ ЖЕЕСТТО ЗДРАДА И СУХАМЫ ПОТЕЖНЕГО МОБИЛИЗATORА ПОСШИРЕ РОЗВЕРНУЛ ВОПРОСА ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ НА МОЙ ВЗГЛЯД КОРНИ ТОГО ЧТО РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦЦ ОПЯТЬ ИГРАЮТ В ПОДАВКИ ПРИЧЕМ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЭТО ДАЖЕ НЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЭТО ЧЕРЕЗМЫЧАЙНАЯ ИНЕРЦИЯ ИНЕРТНОСТЬ НАШЕЙ СИСТЕМЫ ЕЁ КРАЙНИЯ НЕГИБКОСТЬ КОГДА УЖЕ УСТАРЕВШИЕ ЕЩЕ ПРИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЬСЯ В ЖИЗНЬ ЛЮБОЙ ЦЕНУ УСЛОВНО ГОВОЯ Когда надо отступать Мы пытаемся наступать Когда надо наоборот отступать Согласно принятым решениям Мы наступаем СОТВЕСТВУЮЩИМИ РЕЗУЛТАТОМ Извините Видимо ОРИЕНТИРОВОЧНО ЕЩЕ ВЕСНОЙ ПРОШЛОГО ГОДА В МАРТЕ МЕСЯЦЕ Перед так называемой ДЕЕСКАЛАЦИИ В ТЕХ КУАРАХ ВЛАСТИ Где по-настоящему Принимаются решения Они не принимаются Ни в рамках правительства Там или Российской Федерации Было принято решение Любой ценой Выйти на компромисс И эта стратегия ПСЕДОСТРАТЕГИЯ Подчеркиваю Она продолжает реализовываться До настоящего момента Она не сменена В рамках этого Мы видели Саму деэскалацию То есть отвод наших войск Из-под Киева Из Сумщины Из Черниговщины Мы Мы видели Как говорится Очень Слабое сопротивление В Харьковской области За опоздание с мобилизацией Частичное проведение Данной мобилизации Чрезвычайно недостаточное Для того, чтобы победить в войне И вообще мы не видим Никаких усилий В рамках этой же стратегии Никаких усилий Нацеленных на итоговую победу В эту же схему Можно примерно Уместить И сдачу Херсона Которую можно было удерживать Которую не смог Противник уничтожить Этот плацдарм Хотя сократил Но не уничтожил В эту же стратегию Мы видим и Зерновую сделку И переговоры по аммиаку Все это укладывается В эту схему То есть Даже Несмотря на то Что никакие условия России Которые Были включены В эту сделку ранее Не выполнены И не выполняются И не будут выполняться Для Той стратегии Которая была принята И продолжается Чрезвычайно важно Все равно Сохранять Переговорную площадку Чтобы потом Наконец-то Как-нибудь Как-нибудь Выйти на этот договорник Как это Урожайство Жармония Это Свидетельство Того Что Понимание Критичности Ситуации Либо в Кремле Вообще нет Либо К нему Еще только Начали Подходить Отсюда же Выходит И наша Стратегия Наших войск То есть Попытки Очистить Донбасс Разбивая лоб Наших лучших частей И соединений А долговременную Оборону Противника На Донбассе И полная Пассивность Наших войск Допустим На Запорожском фронте Откуда Можно было бы Нанести удар В глубокий тым Донецкой группировки И вынудить Донбасс Покинуть То есть Российская Федерация Хочет Удержать За собой То что Удерживает Сейчас Или Поторговаться Тем Что Сумела захватить В начале операции И выйти На Некий компромисс Который И будет Объявлен Достижением Целей Специальной Военной Операции Но Этого Не будет Из месяца В месяц Уже можно сказать Из года В год Противник Демонстрирующий Намерен Воевать До полного Поражения России Пока Этого в Кремле Не поняли Мы будем Терпеть поражение Отступать И победа От нас Будет Все Дальше И дальше Прошу Я Юрий Кирьянко Репортер Японской Газеты Санкейси Мой первый Вопрос Лично К Игорю Ивановичу На чем Основывались Ваши доводы Про необходимость Мобилизовать Миллион Человек Если Российский ВПК УИК Справляется С оснащением 300 тысяч Ответ Ответ Очень Ответ Очень Простой Дело В том Что для Того Чтобы Мобилизовать Миллион Человек Когда я Говорил О необходимости Мобилизации Миллиона Человек Это не Значит Что все Эти Миллион Человек Должны Быть Направлены На фрон Например Для Развертывания Все Той же Военной Промышенности Необходимо Большое Количество Кадров Которые Необходимо Обучить Значительную Часть Из этих Мобилизованных Необходимо Было Направить Военную Промышленность Именно Направить Потому Что Люди Не Очень Стремятся Идти На Тяжелые Производства Далее Все Мы Сейчас Видим Количество Террористических Актов Диверсионных Актов Которые Производятся Главным управлением Разведки Генштаба Украины На территории России Именно Для того Чтобы Защитить Государственные Объекты Средства Коммуникации Объекты Различные Критические Инфраструктуры Для этого Нужно Очень Много Людей Для этого Нужно Увеличивать Росгвардию Собственно Говоря Как пример Великая Отечественная Война Когда Мобилизация Проводилась Не только В действующую Армию Не только В Народный Комиссариат Обороны Не только В РКК Но и Во внутренние Войска В органы Милиции И правопорядка В условиях Войны Тем более Большой войны В которой Мы находимся Это необходимо Поэтому Когда я говорю О миллионе Это не значит Что все Должны быть Направлены На фронт Что же Касается Недостатков Нашего ВПК То их Естественно Тоже Нужно Исправлять И тоже В рамках Мобилизации Мобилизация Это не только Собрать людей По улицам И погнать Их воевать Или охранять Мобилизация Это Комплекс Смер По постановке Всей экономики Всего тыла На военные рельсы То что Это сейчас До сих пор Не проведено В этом Во многом И заключается Наше Очень серьезное Отставание В производстве Необходимого вооружения И боеприпасов И если Никто не что Добавит Следующий вопрос Ко всему клубу С вашего Позвольника Считаете ли вы Пригожина И или ЧВК Вагнер Потенциальной Угрозой Конституционному Устрою Страну Начиная Как Бывший Защитник Конституционного Строя И офицер Запаса ФСБ России Да Я считаю Пригожина Очень серьезной Угрозой Конституционному Строю Российской Федерации Более того Некоторые Его заявления Последние Которые Сделал Учитывая Его Статус Как Формального Хозяина Целого Армейского Корпуса Я считаю Что они Уже Вносят Себе Все Признаки Угрозы Военным Мятежом Губериев Згодзил С тем Ко Повядзял Гиркин И пошло Кольное Пытание От Пана З газеты Санкейси Послушаем У вас Есть еще вопросы? Да Теперь Отвязь Последний вопрос Да Отвязь Ко Губери Иванович Вы Упоминули Что Существует Угроза Вторжения В войск НАТО На территорию России Вы Имели Ввиду На территорию России В границах До 2014 Года Или В том числе И в другие Регионы Я имею Ввиду На территорию России Включая Даже Территорию Украины Которую Я считаю Частью Территорию России Или На территории Белоруссии Но В данном Случа Я Развернул Ответ Я Не Не Ожидаю Что В данный Момент НАТО Готова И Сможет Вторнуться На территорию России С глубоко Идущими Военными Целями А вот К Оккупации Ключевых Пунктов Промышленных Объектов России В том числе Объектов Нашей Ядерной Триады И Критически Важных Объектов Энергетики Тех же самых Атомных Электростанций НАТО Явно Готовится Я полагаю Что Речь идет О том Моменте Когда В результате Внутренних Событий В Российской Федерации Власти Как таковой Не будет Либо Власть Будет Передана Либералам По крайней мере Это в рамках Того плана Который Уже Открыто Фактически Проглашают На Западе И Либералы Сами Пригласят НАТО Осуществить Гуманитарные В кавычках Операции На территории Российской Федерации Для этого У НАТО Войск В принципе Достаточно К этому Судя по всему Они готовятся Непосредственно Участие НАТО В военных Действиях По крайней мере В ближайшее время Ожидать не следует НАТО К ним пока еще Не готова Спасибо большое Который Пытание От какогось Звыклего Человека Который Запыта Чи Мобилизатор Уважа Что Бедна Спада Украинские Ракеты На Росейскую Infrastrukturę Крытичную Гиркин Крутко Отповiedzял Твердзо Наступне Которое Пытание От Дзенникарза Телевизии Португаско-свайцарской Чи Гиркин Направда Уважа Что Люди Покрою Навального Чи Слухамы Отповедь Я Хочу Вам Задать Встречный Вопрос Знаете ли А имела ли На 30-ти миллион Украинскую Аудиторию Какое-то Влияние Турчинов И Цынюк И Кто там Еще третий Тихний Бок Да Тихний Бок Имели ли они Хоть какое-то Влияние Они что Пришли В результате Выборов Костя Они Сами Себя Назначили У них Были Деньги У них Была Поддержка У них Была Структура Они Пользовались В лице Порошенко В данном Случае Поддержкой В администрации Президента Януковича И столичный Средний Класс Да И столичный Средний Класс Их тоже Как бы Поддерживал Все Они Пришли Власти В результате Переворота Поэтому Я полагаю Что если Навальный Ходорковский Там Условно Это условные Фамилии Там могут быть Совсем Другие Какие Какие Ну Извините Я не Ванга И не гадаю То есть Я говорю О фронтменах Которые Сейчас На плаву Но силы Которые Они Представляют Могут Выдвинуть Совсем Других Людей Ну Тоже Как бы Известных Но Естественно Что Навальный Может быть Как и Тимошенко То есть Сидеть В колонии И послужить Только фигурой Декоративной Но Если Эти люди Придут К власти Они придут В результате Переворота А не в результате Каких-то выборов Тем более Что Нынешняя Наша избирательная Система Как уже справедливо Была отмечена Это чистая Фикция И которая Предназначена Для переназначения Заранее Дозначенных Чиновников По голове Стороны И в так называемом Парламенте Аксель Tutaj Додает Że przecież Недавно Зниконд Появилася Цихановска Ze Звычайной Пани Дому Czy там Жоной Кандидата Захуд Зробил Презыдента Белоруси На выгнанию Не Виадомо Чиновска Будет Суккесом Але Ей Преподук Показывает Захуд Может Зробить Политика З доволной Постачи Мхм Тут Киркин Додает Свои Три Гросше Послушайте Я Я Продолжу Мысль Разовью Немножко Дело В том Что Глядя На Сегодняшнюю Российскую Федерацию Можно представить Что это Монолит Это естественно Не так Проблемы Не решались Десятилетиями Они накапливались И как у нас Говорят Задвигались Под ковер Заметались Естественно Что они Никуда не девались Они просто Росли и Вбухали Если мы Начнем Терпеть Военные Поражения Серьезные Военные Поражения То есть Чем больше Будут нарастать Удары По территории Российской Федерации Чем больше Будет ухудшаться Экономическое Положение Российской Федерации На войне Никогда Не улучшается Население Тем больше У населения Будет вопросов По отношению К власти И тем более У населения Мегаполисов Где традиционные Либеральные Идеология Пустила Глубокий Горк Никто Не будет Спрашивать Жителя Иркутска Или Томска О том Кого Он поддерживает Ставка Будет сделана Только На население Москвы И Санкт-Петербурга Может быть Екатеринбурга И некоторых Других Городов Причем В основном Москвы И Петербург И все Именно Они Так же Как в Киеве В четырнадцатом Году Будут здесь Решать Что будет Дальше Со страной Причем даже Эти решения Будут Присывать Измени И предлагаться Готовыми В расчете На эмоции А от них Потребуется Только прыгать Или присать На каких-то там Майданах Если они вообще будут Возможно Что в России Все будет Совсем не так На конец На конец Пытание От Репреzentанта Телевизии Интернетовой РТВИ До Гиркина О Можливостиах Воисковых СЗУ И Чыта Контрофенсива Будет Остатня О чем Велу Траз Вспомина Очень интересное Пытание На самом конец Слушаем Отповедей Если верить Информации Из открытих Источников А других У меня нет Ну и Применить Определенный Анализ То ВСУ Подготовили В резерве 11-12 Бригад Из них Хорошо И тщательно Вооруженный Западным Оружием То есть Полноценно Укомплектованный Боевой Техникой От 4 До 6 В том числе 2 тяжелых Бригады С несколькими Танковыми Батальонами Ну а остальные Механизированные Но также Полностью Снабженные Западной Бронетехникой И западной Артиллерией В том числе Современные Самоходы Сила Противника Не в том Что у него Больше Танков Чем В Российской Федерации Пока Больше У нас Не в том Что у них Больше Снарядов Сейчас Пока Нехватка Снарядов Ощущается Как в наших Войсках Так и Украинской Армии Сила Министерства Оборудования Спутниковая Группировка У нас Явно Не увеличилась Количество Разведанных Самолетов Тоже Не вырос По этим Параметрам ВСУ Имеют Над нами Очень серьезное Превосходство А поскольку Сейчас Они владеют Инициативой Благодаря тому Что мы Разбили Зазимне-весеннюю Компанию Лоб Об их Укреплении На Донбассе Они могут Применить Накопленные Резервы В том месте И в то время Которое Они сочтут Наиболее Удобно И у них Есть хороший Шанс Выбрать Нужное Место И Нужное Время Благодаря Разведке И Средствам Управления Станет ли Иступление Решающим Вряд Но Те потери Которые Они Неизбежно Понесут Они способны Пополнить Как в людях Так и в технике Запад Даст еще Я специально Посмотрел Ряд Иностранных Источников По крайней мере По моей просьбе Мне их предоставили В Европе Разворачивается Двухлетняя Программа Производства Боеприпасов С резким Ростом Боеприпасов То есть Снарядный Болот БСУ Будет Ликвидирован Причем Достаточно Скоро А потом Они будут Нас просто Забрасывать Снарядами Ракетами И сильными Боеприпасами В то время Как у нас Из-за Нехватки Мощностей В общем-то Сильно Нарастить Производство Мы пока Не можем Думаю 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 Они будут Наступать Думаю Что они К сожалению Добьются Определенных Успехов Насколько Они будут Серьезны Я не знаю И думаю Что это Наступление Будет Не последним Российская Армия Должна Готовиться Воевать Всерьез Стремиться Достичь Победы А для этого Победа Обороны Пасивной Не достигается И еще на сам Конец Остатние пары Здаń Co до Ambicji Политичных Клубу Послушайте Для нас Участие В выборах Это не цель Мы не Классические Политики Для которых Борьба за власть Является Их Профессиональной Задачей У нас Совершенно Другие Задачи Наша Задача Или Способствовать Спасению Нашей страны От надвигающейся Смуты Или Создать Те позиции В которых Мы будем Действовать В смуте Чтобы Опять же Не допустить Гибели России Как государства Как Уникальной Цивилизации Поэтому Если Для Решения Этих задач Необходимо Будет Принимать Участие В каких Либо Выборах Мы Конечно Будем Принимать В них Участие Если Защитем Это Целесообразно Все Так Мимо Водовичем И Зе Мно Трохе Часу Уж Єз Заplanованы Колејне Выстъмпение И Єзче Не В Пијци Але 17 Майя На Його Стронце В Контакте Будет Колејне Стрим Обытым Разом Якость Была Нормальна А не СД-240П Знана Обезнаным Його Староселце Дефинишн Чекаме З нечерпливощиј Дякую И поздравям